Здравствуйте! С вами Ольга Сомкина и культурная среда. Как известно, 2019 объявлен годом театра в нашей стране. И уже на этой неделе стартует грандиозный театральный марафон. Что это такое? Это масштабная культурная стафета, благодаря которой театры разных регионов страны отправятся со своими спектаклями к своим соседям и не только. Так, например, драматический театр имени Горького покажет свои спектакли на сцене Хабаровского музыкального театра. А Хабаровский театр драмы едет в Южно-Сахалинск. А Сахалинский Международный театральный центр имени Чехова отправляется за своими постановками в Петропавловск-Камчатский. Гастрольная стафета будет продолжена всеми региональными театрами России по цепочке и достигнет в конце года самой западной точки страны Калининграда. В течение года в каждом федеральном округе пройдут форумы союза театральных деятелей, которые объединят представителей профессионального сообщества всех регионов для того, чтобы обсудить актуальные проблемы развития театрального дела в России. Лучшие специалисты, теоретики и практики сценического искусства проведут семинары, мастер-классы, лаборатории по всем театральным профессиям. Ну а стартует театральный марафон уже в эти дни во Владивостоке. Для участия в торжественной церемонии, которая пройдет на приморской сцене Мариинского театра, к нам прибывают высокие гости. Заместитель председателя правительства Ольга Голодец, председатель союза театральных деятелей России Александр Калягин, министр культуры Владимир Мединский, выдающиеся деятели области культуры, руководители театров, артисты, министр культуры регионов Дальневосточного федерального округа, актеры и режиссеры. Фоэ театра представят выставки «История русского театра и современная жизнь театров Дальнего Востока», 11 виртуальных дверей с экранами, где будут демонстрировать фильмы 11 театров-участников нашего региона. После получасового шоу, посвященного истории русского театра, гостям и участникам действа покажет жемчужину русского балета «Спящую красавицу» на музыку Чайковского. В главных партиях премьер балетной труппы Мариинского театра «Кимин Ким» и первая солистка Мариинского театра «Заслуженная артистка России» Екатерина Осмолкина. В эти дни выдающиеся деятели театра нашей страны проведут творческие встречи и мастер-классы. Так, в музее имени Арсеньева 18 января состоится круглый стол с участием известного театроведа, члена экспертного совета фестиваля «Золотая маска» Натальи Каминской и директор Государственного центрального театрального музея имени Бахрушина Дмитрия Родионова. 18 января в Малом зале Приморской сцены Мариинского театра выдающаяся балерина Илзелиепа дает мастер-класс воспитанникам филиала Вагановской академии балета. Программа этих дней насыщенная, так что уже в январе мы почувствуем, насколько значим театр в нашей стране. С вами была Ольга Сомкина и Культурная среда. До свидания.